Итак, всем привет, с вами ДПК. Продолжаем играть в World of Blaze за США. В прошлой серии мы уже начали избавляться от депрессии, промышленность наша уже перешла из изоляции в гражданскую экономику. Через какое-то время мы, я думаю, сможем перейти на частичную мобилизацию, туда как бы мы и стремимся. Я тут решил посмотреть, как вообще у нас она проходит, и у нас вот такие вот тики есть, пост 80 дней. Избавляясь это по 2% от НП. Если посмотреть, сейчас у нас здесь 14, то в теории за 7 тиков это должно пройти. Что звучит как 3 года, звучит как очень долго. Еще тут у нас есть вот такой фокус, который тоже 1 тик забирает, то есть реально остается 6 тиков, каждый по полгода 3 года. Если это так, то ну как-то долговато, но я подозреваю, надеюсь, что у нас будут еще какие-то кнопочки понажмать, чтобы избавиться. Потому что, ну, очевидно, что я не хочу в 42-м избавляться, и 100% как-то раньше это возможно. Ну, скоро узнаем. Идем вот сюда, чтобы военный взвод начать спавнить в нереальных общечислах. Нам бы еще очень пригодился вот этот фокус. Посмотрите, 10 бонусов по 50% на промышленность и 3 на строительство. То есть, по факту-то у нас всего осталось 3 строительства. То есть, ну, все строительство мы закроем с бонусами. Причем четвертое нам очень нужно, чтобы базы наши морские застроить. И почти все исследования, что нам нужны будут, мы будем качать с бонусами. Далее у нас есть вот эта штука, которая даст нам еще дополнительную нефть, еще кучу инфраструктуры. То есть, ну, мы будем построить все наши военные заводы под соткой инфраструктуры. Тоже шикарный фокус. Здесь полуполезный, две чайки исследований, просто безумно нужно. Куча верфей, скорее всего, нужно. Еще пока посмотрим, подумаем. Ну, и как я и говорил, вот сюда тоже мы хотим. И вот видите, помните, я говорил вам, что синтетика у нас будет? И вот она как раз-таки нам просто девять заводов синтетики заспавнит. Ну и, возможно, мы еще какие-то достроим, когда у нас начнутся проблемы с резиной. И у союзников перестанет она быть на продаже. Потому что, видите, ее уже как бы не очень-то хватает. И причем вопрос, а что с голландской вообще Индией случилось? А, я понимаю, кажется, что случилось. Голландия, ну, Нидерланды точнее, получают там сейчас ресурсы, но, видимо, у них что-то с экономикой. Хотя непонятно. А, ладно, это странно, но попозже мы, я думаю, это все поймем. Давайте еще, я хотел что-то сделать. Это нам нужно нашу морскую пехоту переделать в нормальный шаблон. И все вот эти дивизии я переделал в тяжелую пехоту, вот такую вот. Мы это тоже еще, я думаю, подредактируем немножко. Давайте, наверное, с дивизии начнем, пожалуй, с морской. Ну что ж, я думаю, вот так вот нам пойдет. Добавили мы тяжелое ПВО, тяжелую артиллерию. Легенькую ремонтную роту. Сильно большой, я думаю, точно смысла нет. Вообще, наверное, смысла, ладно, в... Да, в роте нет, пускай будет лишняя организация. Как бы рота связи, может, она дает кучу организаций, плюс атаки. Разведка пускай останется, потому что разведка здесь обычно дает плюс 5 атаки, тоже полезно. Военная полиция, ну, потому что она дает дополнительные статы. Ну, как бы госпиталь, это сохранение опыта, это все тоже очень нужно. Думаю, пойдет. Атака у нас плюс 7 в морском десанте. Так что, я думаю, хорошие пойдут дивизии. И давайте, возможно, сразу сделаем... Пехотную дивизию. И, наверное, что-то вот такое нам нужно. Объясняю, что здесь, как у нас происходит. Происходит, у нас сейчас 33 ширины фронта, но у нас 3 артиллерии сейчас. А потом по доктрине мы сделаем ей минус 1. Еще и станет 30 ширины фронта. И, в принципе, вот такая вот тяжелая пехотная дивизия, я думаю, пойдет. Она, конечно, очень дорогая. Да, но мы американцы, у нас есть на это все промышленность. Поддержку ПВО оставим обычно, не будем ставить тяжелую, пожалуй. Тяжелую оставим еще только на элитной дивизии. Разведку оставим ради бафа. Штурмовые инженерные роты ради, опять-таки, кучи бафов. Госпитали получше. Ротстабжение получше. Оргут уже получше. Маленькие ремонтные роты. Опять-таки, военная полиция у ради бафа в дополнительных. Ну и ПТО тоже чуть нам накинет статов. В принципе, я думаю, пойдет. Ну и теперь у нас на пополнение надо просто тонну всего. Но, как я и говорил, мы себе это позволить можем на самом деле. А, вот и, кстати говоря, резина немножко проснулась. Видимо, что-то пересчитывалось во время начала партии. Такое бывает с ресурсами. Окей, резина в мире есть. Но, опять-таки, она в теории может закончиться. И как у нас, допустим, сейчас мэн-пабр закончился. И пока что мы ничего особо не сможем сделать, пока всякие законы не проводим. Национализация мексиканской нефти. Я думаю, мы... Нужно вообще, кстати говоря, войну в теории объявить. Но нет. Давайте ничего не поделаешь. Как бы по исследованиям мы тут уже подходим к новому 40-му году. Опять-таки, у нас появляется куча новых исследований. Это все невероятно приятно. Но нужно думать в первую очередь, я думаю, о воздухе и флоте. Флот плюс-минус у нас заказан. Так что давайте подумаем именно о воздухе. О, а вот мексиканские компенсации. Да, мы потеряем модификатор, но мы его и не вводили. Хотя можно было, видимо, ввести и не потерять лишнюю политку. Потеряем, точнее, получаем мы 2,56 политки в день. Цифры меня, конечно, очень радуют. Начинаем мы здесь с ограниченное перевооружение. Точнее, просто вооружение. И вот они, переговоры. Это начало. Отлично. Дальше переговоры. Во-первых, вот эти кнопки мы нажмем, да? Давайте переговоры с Морганом. С General Motors, я так понимаю, да? И давайте-ка сразу у нас вот эти штуки есть. Видите, 15% скидка на абсолютно все танки. Это просто, ну, безумно. И здесь вот у нас просто что, 4 фабрики, 20, 20, ребята. Нет, подождите, да. Удаляет 4 фабрики и добавляет 20 военных заводов. Это вам не шутки. У нас 117 военных заводов просто вот взялось сейчас. И можно сказать, что, блин, мы не получили 25 базового. Но 117 это только начало. Это пока что пыль. В нашей военной промышленности в будущем будет намного больше. Поехали. Так вот, пока что они еще казуальные 5 военных заводов каждые, сколько, получается, 2,5 месяца где-то делают. Но потом это все пойдет намного веселее. Пока что, ну, так. 5 заводов, то есть в сумме 10 каждые 2,5 месяца. Ну, так, немножко. Итак, Германия тут все летует. Поехала в Данию. Сейчас Дания дастся. И поехала сразу в Норвегию с помощью скриптовой выездки. Ну, что ж, если это требуется, чтобы Германия исторически это сидела, то нормально. Смотрите-ка, вот они в зале, и мы забираем все Гренландию, чтобы немцы-то не садились. Ну, окей. И подходит перевооружение. Ну, ладно, вооружение, опять-таки. И у нас уже 151 военный завод. Что-то, как вы закупаетесь здесь. Видите, да, алюминий, как я и сказал, мы будем у Канады покупать. А у Германии, конечно, не будем. Кстати говоря, временно, по-моему, через какое-то время у нас там будет то ли фокус, то ли что, чтобы заспавнить. Наверное, в Канаде кучу алюминия, по-моему, так, или что-то вроде в этом роде. Даже не очень помню, где это. Наверное, кстати говоря, где-то здесь. Всеобщая мобилизация. Синтетический каучук. Короче, где-то там будет, может, авиации. В любом случае, найдем еще, найдем. С 30СМПК что не можем сделать? Нужно, чтобы Франция капитулировала, да? Так что мы идем в Арсенал Демократии, и вопрос у меня такой. А в этом тике все так же минус 2? Нет, минус 4, вот. А то, о чем я и подумал. Возможно, остановление будет идти быстрее. То есть первый тик медленный, потом больше и больше и больше. Да, теперь видите, минус 4, и я подозреваю, что следующий будет минус 8, и как бы за еще один тик мы добьемся. Успеха должны, по крайней мере, отлично. А мы идем в бонусные исследования, либо в ячейки исследований. И я подозреваю, что ячейки исследований все-таки чуть-чуть важнее в сети первее, потому что, ну, очевидно, во-первых, успеем больше параллельно исследовать. И пока что промышленность вся эта нам недоступна, нужно немножко дождаться. У нас еще только апрель 40-го, следующая тихий промышленность 41-го, кроме синтетики. Синтетика нам прямо сейчас не нужна. Мы потерпим этих бонусов. И вот, наконец-таки, наша Суа сейчас подходит. Здесь у нас невозможно разместить, если что, представляете, корабли. Поэтому мы делаем вот так, пожалуй. Они размещают, у нас сейчас куча свободных верфей. Но, сейчас мы исследуем Суа. Есть. И теперь все линкоры сейчас получат новую хорошую версию. Причем, ну, баф очень заметный. Казалось бы, немножко бафаем, но вот 7,8 ПВО, это вполне себе много. Это вот один модуль целый здесь вот. Отлично, у нас есть все в Нью-Йорке. И давайте теперь то же самое сделаем для всех наших линкоров. Причем их здесь 6 штук. Давайте запускаем. Потом мы, как все это закончим, потом сделаем, возможно, авианосцы. Потом, не знаю, здесь еще есть крейсеры. Есть крейсеры. Потом переделаем еще крейсеры. Кстати говоря, вот это тоже выглядит прикольным. И, наверное, нам это и стоило сделать. А для легких крейсеров... Ну-ка. Нет, это не очень. Наверное. В любом случае, потом мы сделаем авианосцы. Переделаем все авианосцы. И потом, наверное, мы переделаем вот эти вот все крейсеры. Потратим на это, ну, некоторое количество опыта, но у нас он есть. Зато наш слот получит нереальное ПВО. А учитывая то, что японцы бомбят именно воздухом, то это будет очень сильно. Потому что просто посмотрите, сколько здесь незаполненных ячеек. Мало того, что, ну, вот это можно все апгрейдить, да? Причем очень солидно. ПВО плюс 20%. Шансы попадания плюс 7,5 мы получаем. Но здесь тоже вон по плюс 5. Очень-очень солидно. И сейчас мы еще вот сюда накидываем. Просто посмотрите, как цифры растут. Ну, то есть вот мы добавили просто 38,6 ПВО кораблю. И самое важное еще шансы попадания. Тоже очень важные параметры. И всем кораблям мы таким образом выключаем обнаружение. Сможем находить все вражеские корабли намного проще. И то же самое делаем с еще одним корабликом прекрасным. Апгрейдим. Ну-ка, апгрейдим вот эти кораблики. И продолжаем со всеми. Наверное, единственное, что мы не поменяем сейчас, это 5 и 6 тиры. Это Южная Дакота и Северная Каролина. Вот эти вот, потому что они еще только достраиваются. Ну, точнее, вот эти вот, если быть чуть-чуть свиста получше, если будет. Так что окей. И, пожалуй, то же самое теперь пора делать с авианосцами. Вот примерно, что мы делаем с кораблем. Стоит, кстати говоря, много. Да. Я даже не уверен, стоит ли это того. Но хотя корабль 500 прочности. Скорость у него при этом отличная. Я вам замечу, 33. Палуба тоже отличная. Поставить 80 ПО и сделать его просто неуязвимым для авиации. Ну, а другие корабли-давианосцы, в принципе, другой урон они не получают авианосцы, как правило. Я думаю, это того плюс-минус стоит. Плюс это, помните, еще будет бафаться потом какие-нибудь перками и какими-нибудь доктринами. Здесь делаем примерно то же самое. Ну и, как я и говорил, со всеми нашими авианосцами мы делаем все то же самое. И начинаем делать то же самое с крейсерами, как я и говорил, взяв бонус на уже крейсеры. Вот таким вот образом мы их апнем. Плюс еще чуть-чуть апнем пушки, потому что, ну, можем. Все равно там есть базовая стоимость. Почему бы за некоторые дополнительные вложения не апнуть еще и пушки? Потому что на скорости это не отображается никак. Можно сказать, говоря, еще вот эти апнуть в теории тоже. До седьмых вот таких, наверное. Ну да. В целом, почему бы и нет. И вполне себе он станет намного сильнее за умеренную стоимость. Но особенно намного сильнее в ПВО, я бы сказал. Это самая главная наша проблема в будущем. Ну и мы заказали переворужение для всего нашего флота, кроме очевидных эсминцев и подкладок. Потому что, ну, они уже слишком того не стоят, я бы сказал. А вот все остальное вполне. И единственное, что еще можно о чем подумать. И Ову новую, которую я сделал, я тоже уже модифицировал. Аляска класс. Выглядит любопытно, но, наверное, нет. У нас, в принципе, этих кораблей будет хватать. У нас сейчас состоит баф на крейсеры. И, наверное, я бы его оставил. Возможно, мы еще следуем какие-то вот эти корабли. Но, честно говоря, нам нужно брать вот это. Скорость перевооружения. Потому что, ну, нам перевооружать надо просто миллион всего. Так что давайте-ка вот. Был 30 октября, осталось 11 сентября. В принципе, мы полтора месяца выиграли вот только на одном корабле. На дистанции, очевидно, вообще это будет огромное количество дней. И сейчас мы сделаем вот это. Выйдем в исследование. Там потом то-что-то посмотрим. Ну, я думаю, выйдем в исследование. И потом сразу вот сюда. Потому что, ну, блин, это 25 верфей. И эти 25 верфей нам очень помогут перевооружиться. Потому что флот наш просто вот от этих грейдов станет, ну, намного сильнее. И ПВО наше станет, ну, просто безумно хорошим. Что ж, вперед. А вот и пошла вторая стадия войны Германии с Францией. В Бенилюкс. Кстати говоря, здесь вот бои. И судя по, так сказать, значкам, это защитные в Франции. Германия решила подолбиться в Мажину. Ну, что ж, удачи им. Мы можем эмбарго в Италию сделать. Видимо, что да, вот она вступила уже в войну. Ну, и да, надо делать. Обязательно, конечно, там нету прям импорта у кого-то еще. Ну, хотя, ну да, в основном в Германии все. Ну, почему бы нет, итальянцы, так сказать, что-то вы такие ужасные люди, войны ведете. Держите эмбарго. А вот оно и настало, второе Копьянское перемирие. Нас, по-моему, должны разблокировать какие-то еще фокусы. А закон от Ленд-Лизи у нас появился. И закон об избирательном праве. Что ж, мы делаем сейчас вот сюда. Идем потом в верфи. И потом идем, я думаю, в закон об избирательном праве. Это как раз-таки даст нам резервистов. И мы сможем все людей поднабрать. Теории, по-моему, не сразу. Тем не менее, сможем. Так что сюда, туда. Потом, наверное, сюда продолжим. Потом посмотрим. Тут, кстати говоря, интересные вот эти вот есть решения, что Франклин, дела на русском, текущий глава государства. А-а-а... Он глава государства, только он на русском. Мне хочется перезапустить игру на английском, чтобы посмотреть. Это реально зависит именно из-за локализации такая проблема. Потому что я точно знаю, что в Польше, в Аниле, есть такая проблема с фокусом, что там локализировано название, и из-за этого оно другое. Давайте сейчас побыстрому это сделаю, и будет забавно, если это правда. И... да, черт возьми! А-а-а... Проблема была только в локализации. А-а-а... Я подозреваю, что из-за этого я некоторое время продолжу играть на английском. И это очень смешно. А-а-а... Давайте прожмем. Варсапорт за политку. Да. Варсапорт за политку. Да. Снова варсапорт за политку. Да. И кучу снаряжения для Британии, конечно же. Слушайте, ну да. Это все, конечно, очень забавно. Давайте останемся на английском, чтобы у нас внезапно там еще какие-нибудь сегменты не сломались. Кстати, говорят, смешно, что... Типа, здесь может быть другой чувак. Где-то исторический мод. И если ты по демократам идешь, то не может быть. Только если ты вдруг не пошел вот сюда. Как бы, ну, в какую-то фигню. Типа фашизма тут. Или коммунизма тут. Здесь это не очень предусмотрено. Вообще смешно, что предусмотрено вот здесь вот. И ограничено локализацией. Хотя в целом, тут видите, операция Fagel, так сказать, Torch. Да не Torch. Все же вопроса... Ладно. Так вот. Здесь вроде только демократия, как и должно быть. Но вот здесь все еще врат кин Рузвельт. И мне тут кто-то не даст сделать. Так что да. Мы реально будем ждать, пока мы нажимаем эту кнопку, чтобы вернуться к русскому языку. И есть у нас прекрасные наши верфи. Нужно будет еще все вот это. А потом, наверное, лендриск так бы сделать. Да, он пригодится обязательно к войне с Советским Союзом у Германии. Но прямо сейчас нам он, наверное, не нужен. И нам бы потом еще вот это сделать. Получить док-карт аутпут. Вот сейчас у нас вот сюда вот как-то наверняется. А плюс 10, наверное, будет аутпута. Но нам это тоже пригодится. И у нас уже 250 военных заводов, если что. Просто безумно промышленность наша растет безумными тампами. А я даже не успеваю просто закидывать наши эти военные заводы куда-то. Тем более, что алюминий в мире тоже, видите, не очень много. Чуть ли не у Германии нужно будет покупать сейчас. Как бы, да. И, да, я помню, что мы потом их получим. Так что строить их, наверное, не стоит. Тогда примерно так, кстати говоря, про что я и говорил. Что 5% скидка нам, ну, не сильно это и нужна. По крайней мере, пока что. А вот исследование вполне себе. Так что берем вот этот концерн. Можно подумать про вот эти вещи какие-то. Типа здесь нам, наверное, нужен вот этот парень на авианосце. А здесь воздушный чел, так сказать. Все они не сильно-то приятные. Я вам скажу. Ну, наверное, ночные операции самые, так сказать, привлекательные. Просто потому, что мы сможем тогда бомбить ночью намного-намного сильнее. А здесь, скорее всего, мы возьмем вот этого парня. С остальными не сильно прям, так сказать, сияют. Политка у нас и так прирастает хорошо. А трейдинг тайм очень полезен еще и в время битв, потому что быстрее качаются вот здесь вот у нас дивизии. О, и мы можем уже, смотрите, вот сюда перейти. Короче, в чем фишка? У нас, видите, нету Rapid Recovery, а здесь нету Slow Economic Growth. То есть, мы потихоньку с каждым вот этим тиком на самом деле можем себе экономику улучшать. Можно сказать, подождать, но вообще мы потеряли некоторое время. Ну, ладно. В общем-то, следующий тик произойдет, и мы перейдем на частичную мобилизацию. А потом и, я думаю, мы в войне подойдем непосредственно. Ой, у нас открылся Арсенал Демократии. Что ж, поехали. 5 ТНП. Господи, 34 всего лишь. То есть, у нас 500, 500 фабрик сейчас примерно одновременно что-то строит. Это просто числа безумные, я бы сказал. Экономика наша просто безумная. У нас уже скоро 300 военных заводов будет. Мы уже потихоньку догоняем Германию, которая там сейчас где-то 400-450. Ну, и примерно Советский Союз тоже. Это мы к войне с Японией, мы просто будем каким-то диким зверем. И напомню, что у нас еще периодически вот эти военные заводы спавнятся вместо гражданских. А во время войны, по-моему, там будет 15. Но я не до конца еще в этом уверен, конечно. И знаете что, я думаю, уже в тот момент, когда мы можем снова вернуться на русский язык, Пожалуй, здесь уже вроде ничто на лидера не золочено больше. И вот мы снова на русском языке. Снова все должно быть зрителю попонятнее. И да, промышленности воин растет. Я в основном буду заряжать наши самолеты краски противокорабельными самолетами. Наши авианосцы, да, палубными бомбардировщиками морскими. Но я еще параллельно буду делать, скорее всего, штурмовики. И, возможно, либо тяжелый истребитель, либо как раз таки истребители для авианосцев. Почему? Потому что именно с авианосцев, скорее всего, мы будем помогать нашим вторжениям. И если наша авиабаза, допустим, вот сюда сможет, до сюда достреливать, то, допустим, не знаю, каких-нибудь островов вот здесь. Может нет. Или вот, допустим, до вот этого острова тоже. А авиабазы здесь нету. Ближайшие вот здесь вот. Скорее всего, до сюда нормальные самолеты не долетят. Вполне себе неплохо было бы помочь им. То же самое, не знаю, здесь с какими-нибудь территориями. Здесь, возможно, для выставки здесь. Было бы полезно иметь небольшой запас самолетов непосредственно для мобильной поддержки. Итак, закон готов. Теперь мы можем наше население мобилизовать. И слава богу. Потом мы сразу экономику мобилизуем, но население все-таки прям первее, потому что у нас прям ноль сейчас. И, наверное, что? Наконец-таки вот этот фокус возьмем. Вот это тоже было бы приятно, но давайте начнем уже исследования 41-го года брать. Они у нас вот-вот подойдут. Надо прям заряжать их под бафами. И мы можем набирать больше резервных дивизий благодаря этому. А обязательно это делать мы будем. Город Олегеса слетал в Британию не очень удачно. Ну что ж, окей. И Италия пошла воевать с Грецией уже. Сразу мы задышали по мэнфаверу. Отлично. Здесь достроили корабли. Достраиваем еще вот это. И, конечно, мы перестраиваем наш флот очень быстро. Как вы можете заметить, уже скоро мы начнем перестраивать крейсеры. Ну и как бы их будет уже намного быстрее наши верфи производить. Ну, достраивать. А линкоры уже скоро будут вообще все готовы, перестроены. Так что да, наша морская промышленность очень сильна. Причем, как вы видите, 22 декабря только началось что-то. Ну вон, месяц-меньше месяца занимает перевооружение вот этих легких крейсеров. Какие-то будут, конечно, подольше. Но в целом, очень быстро они перевооружаются. И мы даже, возможно, еще успеем начать производить новые корабли к войне с Японией. И вот политика появилась новая. Частичная мобилизация вперед. Можно пойти сюда сразу. Нужно ли нам это? Есть ли что-то по-полезней? По ощущениям нет. Давайте сразу сюда и пойдем. И та алюминия, как вы можете видеть, прям очень не хватает. Нужно, я думаю, даже сделать еще вот так. Но я с Канадой там улучшал отношения, видимо. Хотя нет, вроде как не закончилось. Ну, как есть, как есть. Можно еще в Британии десяточку купить. Как я и говорил, проблемы некоторые с ресурсами наблюдаются. Но это пока военная промышленность в этих стран всех не разогналась прямо на полную. О, а я нашел, где наш алюминий. Вот он здесь вот прятался. Вот сюда нам нужно будет пройти. Окей. И что ж нам теперь еще надо? Можно уже в военный департамент идти в Пентагон. Можно еще взять плюс бафы вот здесь. На скорость строительства кораблей. А, вообще нет. Вообще не так уж, что нам это безумно и нужно прямо сейчас. Обязательно вот это мы сделаем кое-нибудь с Советским Союзом и Германией. Потому что нам надо будет помогать Советскому Союзу обязательно. Но пока что мы идем вот сюда. Потому что, ну, вот это вот очень сильно. Десяти процентной скидки. Давайте все-таки к ним выйдем. Вот, я думаю, так. Еще мы немножко вложим строительство в Филипины. Инфраструктуру типа дними до третьего левела. Точнее, на три левела до пятого. Потому что, по-моему, пятый нужен, чтобы убрать вот этот дебаф в территорию. А я бы хотел его все-таки убрать. Плюс авиабаза, очевидно, мне нужна. Здесь вход, чтобы контролировать здесь территорию. Ну и радиостанции тоже обязательно нужны. Они тоже здесь дадут нам неплохие бонусы. А еще, мне кажется, тут немножко забагались вложения. Здесь было Лос-Анджелес. Так мне, походу, и не засчиталось то, что я там построил верфь. И теперь обновилась на... А, подожди, нет, стало нормально. Нет, в описании вот здесь вот написано не Мексика, хотя в реальности Лос-Анджелес. И здесь в этом тоже написано... Странно. Что-то, короче, с ними запаговано. Сейчас у меня стоит построить верфь в Нью-Мексико. Ну, не Мексико, а... Ну, оно вот здесь вот находится, да? Как бы... К сожалению, Сенатора, вы немножко, возможно, неправильно понимаете, как это делается, но здесь построить верфь нельзя. А вот у нас и появились вот эти вот кнопки прекрасные. И, как я и говорил, будем мы сейчас укреплять все наши острова. Потому что, ну, это нужно. Это дает нам вот здесь вот радары, авиабазы. И где-то потом сразу, либо... Нет, все-таки потом будет еще, по-моему, сертификацию вот этих вот делать. Ой, у нас уже через 46 дней закончится депрессия. Отлично. Но самое интересное, мне нужно уже пойти бы вот сюда, в краски алюминия. Алюминия очень не хватает. Как бы хочется, да? Но надо и законный лентлезий будет взять к Советскому Союзу. Но пока что, все равно, идем сюда, я думаю. А у нас перевооружение почти закончилось. Всех наших кораблей. Буквально скоро реально все закончится. У нас военный завод некуда закидывать. Мне хочется на авиацию их больше закинуть. Но у нас просто нет алюминия пока что на эту авиацию все. Вот здесь какой-то появляется. Очевидно, Германия покупать не буду. Это было бы, ну, как-то некрасиво и нелогично, наверное. Принч стоит, давайте. Ну, в лучшем с ними отношении. Вдруг они мне начнут нормально продавать. Так, а советую, не знаю, закидывать какие-то танки и механ. Потому что это единственное, что еще более-менее скейлится нормально. И что нам еще будет нужно. Потому что, я бы сказал, какая-то пехотка. Пехотка, вот это все. Ну, не сильно нам нужно будет. Слишком много нам не нужно. Вот этого я еще могу Советскому Союзу хотя бы поставлять. Все это. Ну, и танки тоже, в теории. Остальное, ну, нам реально просто некуда будет девать. И я делаю все-таки командные наши дивизии элитой. Наши, которые будут торгаться. Вот это вот. Не просто морская пехота, а именно команда. Пускай у нас будет. Давайте по этому поводу сделаем вот так. И получается, я лишний опыт потратил на все это дело. Ну, ладно. В целом, пойдет. Пока что мы переключиться на этот шаблон не можем. Пускай просто так на всякий случай будет. Здесь мы их зарядили, конечно, просто шикарно, я считаю. И замечу, у них еще особая разведка. Команда тоже. Видите, у них прорыв побольше. А защиты единственная поменьше. Но у них очень много бафов на атаку. И самое главное, у них баф на атаку в морском десанте. Очевидно, это то, что нам и нужно для наших дивизий вторжения. О, наконец-таки, ребята, приехали. Теперь торговать можно будет по выгоню. Еще плюс, вон там, бонусы на всякие исследования. И ячейка еще одна исследований. Отлично. То, что нам и нужно было. Абгрейдим наши танчики. Национальные М3Ли теперь теряют всю эффективность. Господи, как же неприятно. Но, думаю, наберем мы ее достаточно быстро. Ну и закладываем на будущее уже новые корабли. Парочку солидных таких, я бы сказал, линкоров. Очень солидных 700 прочности. Так, там и рак, да. И легкие крейсеры у нас очень тоже есть солидные. На кучу легкой атаки тоже их закладываем. ПВА, конечно, везде у нас лучшее все. И парочку тоже тяжелых крейсеров дополнительных. Сейчас еще достроится. Скорее всего, придется закладывать что-то еще. Оба, начестерская концессия. Ну-ка. Нефтяные месторождения. Та-та-та. Сможем всем друзьям демократии? Либо на определенных условиях? Ага. О, нет. Мы можем... Ладно. На самом деле, концессия нам бесполезна, да? А вот это вполне себе. Ресурсы всегда полезны нам. Ладно. Мы все равно выигрыши. И продолжаем укреплять острова. Причем фокусируемся, наверное, на Гуаме и на Вейке. Остальное можно не слишком сильно застраивать. Лейк. И Гуа. Радары апаем. Да, очень полезно. И я думаю, есть смысл на самом деле сделать вот так, потому что стали начинают не хватать. А это, ну, не то, чего у нас не должно... Должно не хватать. У нас стали просто безумно много. Я поэтому думаю, мы подзакроем экономику. Смотрите-ка, и с алюминием тоже стало все намного приятнее. Если я начал покупать германик, если я говорил, что Германия что-то начетерила, у нее стала куча алюминия внезапно. Ну, вот здесь такое любят. Вот. А мы тем временем... Да, экономика у нас теперь, конечно, повеселее вся стала. Так, поддержка? Нет. Намного веселее, я бы сказал. Ну и, пожалуй, еще... А, ну здесь у нас уже выгодные все эти, так что мы так и оставим. Ну да, я думаю, от этого стоило. Так, мы сделали закон о линдлизе, вот этот вот, который я очень хотел сделать перед войной. Перед Барбарос, так сказать. И мы успели. И что ж, мировая напряженность 94. Мы можем уже сделать призыв с Национальной Гвардии. И, пожалуй, стоит это сделать, я думаю. Но сразу после алюминия, господи, как там не хватает алюминия? Пожалуйста, дайте нам алюминия. Так что, да. Сначала алюминий. Потом уже остальное. А вот оно и случилось, как я и говорил. Мы теперь будем отправлять Советскому Союзу нереальные... Вот они, бонусы. Причем, я думаю, мы начнем с военных заводов, пожалуй. Здесь 30 военных заводов. Будет это 3 месяца происходить. Можем параллельно с этим продовольствием лизинг нажать, кстати говоря. Нам и то, и то надо им дать. И потом начнем, я думаю, гражданскую промышленность. Потом вот это, наверное, алюминиевые стали, литейные заводы. Потом уже там что получится. И я все хотел, предположительно, закончить серию на войне с Японией. Но уже 41 июня, серия уже 30 минут, уже очень много. Думаю, давайте-таки на этом мы и закончим. А уже где-то в начале следующей серии будет война. Вот, с вами, ребят, был TopGuy. Наша США просто безумно ждет. И это еще не война. Это еще только, опять-таки, это мы только так привстали с одной ноги. У нас еще даже депрессия, если что... Ладно, депрессия закончилась, извините. Ну, короче, у нас только частичная мобилизация. У нас только... Надо тоже 11 ТНП. Не только, нифига. Но войны заводов у нас все еще мало, на самом деле. Вот. С вами был TopGuy. Подписывайтесь, если вы все, вдруг, не подписаны. Лайки, комментарии. Все, как обычно. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok